Все привет, дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семя на чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня вместе с вами в полном составе отправляемся в Пиновелло. Если вкратце, то там огромное количество слонов. И наша цель – слоны. Я не буду затягивать, скажу лишь одно, что выпуск будет 100% мощный. Так что ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Готовим сейчас завтрак. Это наше будущее кофе. Мальчишкам вчера купили хлопья. Будут они здесь хлопья. А мы себе сделаем бутерброды с сыном. Что, вкусно? Да. Да? Ну, приятно. Мирозичка, а тебе что-то задали, что ли? Ни хрена себе. Вот это тебе перепадает в годик. Вот, братьев, да? Правильно. Мы вчера приехали, тут заехали еще люди там на второй, на третий этаж. Заняли нашу парковку, поэтому мы прямо вот так вот подогнали сюда машину. И будет очень удобно грузить. Сейчас откроем эти панорамные двери, вот, и начнем все туда закидывать в багажник. Загружаем. Ну вот, собственно, и все, мы собрались. Выезжаем. Так, путешествия начинаем со снятия денег. Единственное, что он не дает много банкомат, видимо, в нем нет денег. Максимально странный банкомат, три этапа только смог снять, и то не обычную сумму, которую я снимаю. Вот, чуть меньше получилось. Ну ладно, ничего страшного. Мы решили еще купить вторую симку, взять на пробу диалог, протестировать. Так-то второй телефон у нас работает от есимки, но учитывая, что мы сейчас трафик поглощаем очень много, то есим получается невыгодно. Вообще, есимка такая тема, когда ты в новую страну только приезжаешь, либо совершаешь перелет, чтобы тебе в первое время не заморачиваться, то есимка это прям классный вариант. Кстати, ссылочка есть в описании, можете себе тоже оформить. 100% меня еще потом добрым словом вспомнить. И 50% она вам обойдется по моей ссылке. Заехали в магазинчик, для того, чтобы купить йогурт, выпиваем и поехали. Вкуснота. Кстати, я уже открыл себе сам трубочку, он хочет самостоятельно. Я все уже умею, да, сынок? Вот так вот, молодец. Симкарту не купили, я не знаю, у них здесь вывески везде висят, диалоги, диалоги, по факту заходишь и нет симкарты, нет симкарты. Типа продлить пополнить можно, а купить симкарту нельзя. Заехали, значит мы подключили диалог, смотрите, разница какая. Мы подключали Mobitel, мы отдали 3000 рупий. Здесь мы подключили диалог, отдали 1300 рупий, тоже за 20 гигов. Вот, собственно, что подключать, если будете на Шри-Ланке, решать вам. Но в любом случае, по прилету не забывайте про eSIM, который работает по всему миру, ссылка там. Все бы ничего, но перекрестки проезжать, это вообще еще то удовольствие. У них вообще нет никаких знаков, у кого главное, кто должен кому что уступать. Здесь просто трындец. Еще пока едем, сушим белье. Мы так часто делали, когда путешествовали в Аллафе, вот просто на панель ложишь, да, на торпеды, и все сохнет. Вот у нас уже вторая партия сейчас сохнет. Мне кажется, что машина жрет прилично. Вот мы сейчас опять приехали на заправку. Сейчас надо найти, где... А, это дизель. Дизель. А у нас кто, бензин? Так. Ну, какой-то 92-й, 95-й. Сейчас будем заправлять. Странно, почему на эту колонку никто не едет. А все стоят сюда. Надеюсь, у нас получится заправить, потому что последний раз мы заправляли. Нам почти отказали заправлять машину без QR-кода. И отказал, говорит, лимит, лимит. Я попросил полный бак, в итоге нет. Залили только на 4 тысячи рупий. Это 10 литров. Здесь топливо стоит 92-й, 400 рупий. Вроде бы у меня получилось договориться. Он опять спросил QR-код, я говорю, нету. Сейчас посмотрим. У нас есть полный бак, и это очень круто на самом деле. Я ему сверху дал вот 500 рупий, и он сделал вообще по красоте. Все, вот теперь можно не делать голову. Но мне кажется, она жрет, короче, литров 15-17 эта тачка. И бак здесь, по-моему, литров 25, может быть, 30. Это, конечно, интересная история. Пока стыдно с топори, рассказываю вам, куда мы все-таки едем. Мы едем в город, называется Пиновелла. Там есть приют для слонов. Там же есть река, на которую эти слонов приводят мыться. И ты можешь, во-первых, посмотреть на это все дело, а можешь еще и помыть слона, представляете, за отдельную плату, естественно. Так что сегодняшний выпуск будет наполнен слонами, я надеюсь. После перекрестка, оказывается, у нас начинается платная дорога. Я, кстати, этого не ожидал. Мы уже ездили здесь по палатке, уже показывали. Сейчас посмотрим, как здесь работает. Ага, ну все то же самое. Здесь дают только чек, а потом платишь на выезде, смотря где ты выезжаешь. Вот, видите, чек ему дали, и он поехал. Вот, чек дали, едем дальше. Буквально проехали там, наверное, 10 километров по вот этому платнику, и все, и выезжаем. По сути, вот этот платник, это то же самое, что в Москве, МКА, такая кольцевая, вокруг всего Коломбо. Но вот у них она платная. 100 рупий. Проезжаем детский парк, детские игровые площадки, такое здесь увидишь редко. Мы сейчас едем, представляете, вот так вот слева, вся линия усыпана ананасами. И представляете, цена начинается от 50 рупий, вот смотрите палатки, от 50 рупий за ананас. 80, 100, представляете, вот это цены. И Настенка говорит, нужна обязательность сейчас это купить, ананасы. Да, надо. Просто ананасовые рынки здесь, слева, справа, ананасовые рынки. Как знаете, например, в России у нас едешь, вот это кубанская ярмарка, да, в сезон там арбузы, арбузы, арбузы. Вот здесь сейчас едешь и просто ананасы, ананасы, ананасы. Я здесь видел всякие разные праворукие японские машины, но чтобы был Марк 2, вот впервые. Прикиньте, я еще, сколько здесь мы живем уже, я думаю, блин, почему здесь не чайзеров, морковников. Вот, пожалуйста, Марк 2 едет. Ну, не заряженный, конечно, это не турик, но тем не менее. Морковник. Едем, едем, едем. Скоро нам надо будет поворачивать. Я голову поворачиваю. У меня штурман закончился, короче. Все, спит пацан, вырубился. Смотрите, по всей дороге стоят женщины и зазывают. Типа, остановись, остановись. Здесь, короче, продают орехи. Вот прям вот на каждом углу. В беленьких таких пакетиках прозрачных по небольшой порции, наверное, граммка 50. Продают всякие разные орехи, кешью. Что еще разлетел, еще какой-то оранжевый орех. Не знаю. Здесь уже так. У нас появились горы. Появилась совершенно другая природа. Здесь уже даже висят знаки. Есть парочку было. Что впереди вас ждет пиновейла, туда-сюда, зверьки. Посмотрим, что нас ждет. Проезжаем какую-то деревушку. И здесь у нас такая первая скала появилась. Сто лет уже скалы не видели. Сейчас получится показать, не получится, не знаю. Но, кстати, здесь вот едешь и вот СНГшников вообще нет. Вот все, вот прям едешь и местный колорит. Тут у нас вот Будда стоит. Большая храм. Буддийский. И по машине чувствуешь, что мы поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся в горы. Короче, представляете, едем. Я вижу слона, огромного слона. И не могу понять, то ли это статуя, то ли это живой. И рядом реально живой стоит. И тот был живой. Я такой, типа, слон. И у меня, короче, резко штурман аж подорвался. И говорит, слон. Да. И у меня даже сердце в пятке пошло. Ой, это чувство будет самые вообще незабываемые впечатления и ощущения, если нам еще удастся помыть слона. Представляете, слоны дорогу переходят. Я увидел. Тема, красавец, вон слон. Издалека увидел. Тихо, тихо, тихо. Сейчас подъедем, подожди. Их, наверное, купаться уже ведут. Да, их, короче, ведут уже на реку купаться. Время обед. Блин, давай, давай, едь. Пропустите, посмотрите. Чуваки, едьте, пожалуйста. Кто-то разворачивается, короче, не хочет, видимо, ждать. Слонов. Мы хотим посмотреть. Блин, вы видели все, давайте, крышу отсюда, а? Пропустите нас поближе. Мы просто посмотрим. А вон людей как много, да, вот все, кстати. Вы видели мы белых, белых туристов. Слоники, там слоники, сынок. Там слоники. Я слонов на губах не помню, я увидел слонов. Я тут убегаю. Сейчас мы их, это... Да, там их много было. Вот видите, много туристов. Папочка, ну что он стоит? А, сейчас что-то мне подсказывает, что... А, паркинг, что ли, или что я тут? А, паркинг, давай оставим на парковке тачку. Сейчас, подождите. Настенка, она собралась на слонов, видите? Как много? 3 тысяч. 3 тысяч. Шшш, помыть? Все, все, все. А, и кататься? Да, да. А, переходим дорогу. Смотрите, какая здесь большущая территория. И слоны. Да, слоны, слоны. Подожди. А, сюда, ладно, все идут сюда, значит, пойдемте туда. Так, нас, короче, прикиньте, дальше не пустили. Горит, на, говорит, читай. Сейчас узнаем, что здесь. И скажу. Собственно, знаете, что? Здесь, короче, нужно предъявить им билеты. Билеты надо где-то купить. Но смысл в том, что, по-моему, можно снять отель там. Прямо на первой линии. И все, вот они и билеты. Ну, сейчас узнаем еще. Так, ребята, рассказываю. Короче, здесь за вход, вот когда слоны идут, нужно покупать билеты. Здесь, получается, все перекрывается, и все. И ты ждешь, когда откроется. То есть, даже в отель нельзя пройти, если у тебя нету этих... Чем, садись. Если у тебя нету билета, надо покупать. 3000 рупий стоит взрослый и 1500 детский. Мы вот встретили парня, который, собственно, нас сейчас и везет. Он нам все сделает за 6000 рупий. Мы помоем слонов, покормим их, и можно даже будет прокатиться. Это находится чуть в другом месте. Нам ребята, наши соседи с Унаватуна, они нам тоже так и сказали, говорит, найдите здесь возить чуть другое место, потому что там очень туристическое место, и народу будет просто тьма. Это вот типа как лайфхак. Но сейчас посмотрим, как он на самом деле. Блин, ребята, мы, короче, приехали к тем слонам, которых и проезжали. Нет, он живой. Мироша, смотри. Мироша, смотри, что я замаскироваюсь. Пахнет классно. Ага, пахнет ужасно. Пахнет, пахнет конкретно шоу. Мамочка, он мне такие же фотки на своем телефоне показывал. Да, давай, беги. Так, на самом деле, парни максимально бешеные. Все, потому что у них сплошные эмоции. Мирошка. Короче, здесь уже вот сидят. Ребята, Артем, стой, Артем, подожди. И вот, короче, два слона в реке, представляются. Отдыхай. Я вас приглашаю вместе с нами прямо сейчас помыть слона. Не знаю, кто из вас это делал. Пишите свои эмоции. Но... Ай-яй-яй, а смотри, в какашку не наступи. А то утонешь в ней, мир и уродик? Здесь они не такие, как у вас. Наступишь в одну и по колено уроешься. Да, мы и какашки. Да. Смотрите. Вау. Ботинки снимаем, заворачиваем. А, Настюшки тебе надо заворачивать, ага. Да, у него кокосом чистят. Кокосом, ага, смотрите. Парень намывает. Нам это сейчас тоже предстоит. Так, Темка идет первый. Он тебе показывает, слушай внимательно, как мыть слона-ка. Я тут хоккер показала, что получится. Давай, Тема. Мироша, это слон. Вот это да. Смотрите, как он кайфует. Ничего себе. Слон. Настенка, бери себе. Моет их кокосом. Прикиньте. Вот такой кокосовой шкуркой. И все это отпадает. Так, Настенка, давай. Иди мой. Давай, давай. Блин, это невероятно, Мирошка. Это слон. Блин, глазка не сапога. Бери. Как вам, парни? О, смотри, Настенка, там носом тебе что-то горит. Ну иди мой, давай. Пацаны, мойте, мойте. Идите, давай, чайник, погладьте. Что такое-то? Родик, штаны потягивай. Вот это да. Короче, чувак прямо на кокосе. Точнее, прямо на голове у него резал. Смотрите. Тише. Какой классный слон. Ухо. Серочка, это слон. Да. Его мыть вот так вот надо. Вот так вот. Вот так вот. Вот где его нос? Не бегай, смотри. Какой бегай. Серёжа, Ипсина, погаснул. Да. Смотри, какой нос. Ой, я тут забыла выключить. Потрогайки, потрогайте до скоба. Артём, ты что так хочешь? Ему не нравится, он глазами вернулся. Ну-ка, на силу, да тут. Силоник. Мы, короче, сделали здесь огромное количество фотографий, на самом деле. Слоны. Ну, вот прям очень крутые. Посмотрите. Папа, уху, ура, такая ножка. Дай, дай. Спрятал. Как хобот под ухо. Видите? Ты хороший. Смотрите, у него глаз, просто с размером моей руки. Он огромный. Невероятный. И самое интересное, что, короче, ему ребята там кричат что-то. И они слушаются, он им типа кричит, поднимай ногу, поднимает ногу. Прикиньте? Вот это, да. Вот это махина. Как тебе, Мироша? Папа, скажи, что он встал. Хотим посмотреть, какие они огромные. А, слон польёт его? Да, да. О, хотите вас слона? Давай тебя. Меняй? А я подсниму. Ну давай. Давай, открывай тебя. Сильно будет? Сильно? Да. Ну, короче, сейчас шок-контент, давайте. Всё. Да. Смотрите, вот он командует и слон встаёт. На, это, телефон снимает. Смотрите. Сюда, кататься, кататься. Кататься? Да, да, давай, давай. Ничего себе. Ай, окей. Ну всё, на, возьми туда ещё один. Вот это дела. Как садиться? Да, да, да. Прямо так? Да, бэк, бэк. Бэк. Бэк, 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 бэк. Окей. Сюда. Так. Держи. Ага. Дай бэк. Дам. Опа. Вот сюда. Я на злоне. Давай, давай, пацаны. Давай, давай. Тём, ты чё? Тёмка не хочет, прикиньте. Давай, Родик, Родик, давай. Садись. Мадам, кататься, нет? Мадам, кататься? Мадам, нет, мадам не будет кататься. Мадам, ну. Не, ага, кататься. А что, папа? Ооо. Ооо. Иди, пожалуйста. Тём, смотри, такого не будет больше. Ау! Давай. Давай, Тёма. Садись. Помоги. Садись. Не страшно. Ты чё? Ты чё? Ига, папа, тут ты назад. Ага. Папа, польёшь, что ли, папа? Окей. Папа, польёшь? Наверное, душ сделай. Дерезай, держи. Давай. Вот ты это да. Слушайте, страшно, конечно. Папа, упался, да? Нет! Значит, походу, обдадут, как селезу. У нас не страшно. Ну, хотя бы просто. Оп! У-у-у-у-у. У-у-у. Всё, финиш. Как, 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 как. У-у-у, вот это кайф. Держи, держи. А, держаться? Держи. Дальше держимся! Опа! Вроде держись за Артёма! Мы встали! Окей! Держите крепко! Окей, всё! Окей! Всё, держишься? Всё, держимся! Вот это дела! Они беседлая! Окей! Только не сильно, парни! Тёма, ты держись за верёвку! Родик, ты держись за Артёма! Очень крепко! Вот так вот прям. Оп-оп-оп! Тайммерошка! Вперёд! Как тебе, Родик? Ты ж хотел! Я сейчас наснимать, что не наснимала, непонятно! Поп-оп-оп! Давай! слушать это вообще-то ты сидишь у кого-то на бороде короче так держитесь крепко мы походу поднимаемся вот это да и высота конкретная вот это дела смотрите просто это второй этаж здания у меня голова возле второго этажа как вам тема да хорош ты тёмка носёнка то портфель мы еще а вон у пацана наши на спине держитесь держитесь друг за друга держитесь вот это вам парни будет память вот так вот посмотрите блин какая высота дорога мы уже идем вдоль дороги здесь вот эти два слона которые стоят видимо ждут своей очереди как-то тема классно вроде как тебе носёнка ты не хочешь смотрите где-то там внизу вот так вот руки руки вот так позирует вам позирует походу смотрите мы на слоне вот слоны они кушают смотри привет слон привет слон тебе с другого слона а они случайно ни чё настена но сегодня какая то это там где-то внизу смотрите здесь есть специальный такой подиум чтобы высаживаться честно вот парень будет помогать реально слон паркуется понимаете а по тем как ротка вот это вот плакал умный человек спускайтесь аккуратно парни и вот здесь уже нам подготовили видите ботиночки кормить будем на сена кормить ну такое я вам должен был просто показать вот так слоны писают вот много согласен что он делает мироша что он делает песен кормить и говорите нам нарезали арбузики что ли это или дыньки по очереди успеете о да нет ему сразу можешь в этот положить вот так вот давайте мы его должны наградить а мне а мирочка говорит о мне по мне сейчас подожди мирошенька давай положить мирошенька вот сюда от этого чувака в общем нас привезли в какой-то сад специй и натуральной медицины вот это тоже короче нас было включено по программе что-то за алоэ растет вот алоэ вера это инвир 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 да 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 цыло не цилисты до инвир да инвир а внутри это корень корень Ага, окей, окей, да, познаем. Ааа, вкусно. Это имбир. Миросик. Это супный соус, это пари. Миросик. Миросик, стой. Да. Мы готовы специальный сироп, без сахара, без алкоголя, имбирь. Сироп от кашля, без лафора, без алкоголя. Мед. 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 Мед прям. Мед. 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 Такой вкусный. В общем, я знаю. Алоэ. Короче, все машут этим кремом. Вот. Если вдруг у всех что-нибудь вылезет, а у меня не вылезет, значит, это точно будет от этого крема. Я понял. Ага, я понял. Беби, это хорошо? Чу-чу. Ага. Ага. Вот спайси. О, спайсис. Дерево. Дерево. Бальцовые листья селони. Пахми. Пахми. Кариса, лимон, мушкартнели. Микс. О, вкусно. Карри, суп, соус. Докушно. В еду добавляет? Да, добавляет. Ага. Готовь специальный бальзам. Специальный. И домашний доктор. Черный бальзам. И бальзам. Вентоловый. Вентоловый. Нормально болит. Угу. Ай, мам, мам. Не, парни, мам, не надо. Пусть мама экспериментирует. Ну почему? Чтоб голова не болит. Вкусно пахнет. Ага. Ай, мам, тебе надо купить. Да, 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 да. Так. Это вообще прикольно. Короче, всем втирают в голову. Бальзам. Пахнет, конечно, очень круто. Такой ментоловый. Причем ментоловый. Он аж просто в легкие аж проходит. Бэй ментол. Бэй ментол. Бэй ментол. Да, конечно. Домашний доктор. Вот. Все, не болит? Нет. Тебе ручиться будешь очень. Вообще прям на пятерке. А вот это? Чайное дерево. Представляете? Маленькие дуалисты. А, дуалисты маленькие. Да, да. Оу. Чай фабриковый, да? И правда чай. Чайное дерево, да? Серьезно? Да, реально чаем пахнет. Ну-ка. Дай понюхаю. Ну-ка понюхай на себя. Чаем пахнет? Ну такой, легкий-легкий запах. А нам, папочка, можно тут чай забрать? Да, он сказал, возьми. Нет, это перец, нет? Это перец. Это льяна. У нас такой растет. Да. Посмотри. У нас такой растет. Селеный, красный, брыли, черный. Одна льяна, четыре видов. Чуть острый. Я люблю. Это суп, соль. Это, знаете, клуб. Чайниче. Клуб. Чайниче. Омолад. Омолад. Я люблю. Угу. 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 освет violation динамика-хам public. Угу. Воинzusа, медяне. Старушка. Уже всё. Тридцать один. Детка. Когда тебе будет двадцать лет, а тебе уже не будет двадцать лет. Нет, я не бралечку. Маленький. Короче, слушаем мужикам, и знаете, что хочу сказать? Лангкийцы молодцы. Они абсолютно из всего превращают в какие-то лекарства. То есть там листочки, веточки, кору, смолу, сок. Короче, всё в медицину, вот в натуральную. Красивее. Да, да, вот красивее. Вот. Интересная история. То есть вот прям, прям вот ничего в мусорку не выкидывают. Всё прорабатывают и перерабатывают. Так, здесь эксперимент. Говорит, что вот этот крем, короче, депиляция. И сколько времени будет волос расти? Четыре года. Четыре года? Два года. Два года. Два года. Два года. Два года. Два года не будет волос у меня? Минут. Два года. Только не сильно, не надо много мне. Это очень много. Хватит. Хватит. Не бойся. Не бойся. Хорош. Десять минут. Десять минут. Десять минут. Бедные волосики. Подожди, тут не будет клока волос. Десять минут. Будет, да? Десять минут, давай. Десять минут. Окей, мэрэм. Кравайный чай. Пит. Пит. Нам пока ждём, вот травяной чай. Какая? Молодец, ёсик. Не, не, не. А какой? Это просто чай? Кравайный чай. А трава какая? Чай, анис, кориан, кардамон, ингби. Ваниль. Мироша, не, 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 не. Вкусно? Так, вот это да. Короче, у меня здесь волос сейчас не будет. Вот дела. О, спасибо большое. Это вкусно. Вкусно? Вкусно, да, Тём? Вкусно. Внутри чай, анис, кориан, кардамон, ингби. Вау. Чай бомба. Ваниль. Обалденный. Бодрит, бодрит. Понял, сейчас бодримся. Так, моя нога. Пошутила. Волшебство. Больно? 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 Серёжно? Не больно? Нету. 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 Ёбушки, Олёвушки. Нету волоса. Это сработало. А, короче. Представляете, у меня нет волос. Нет, череп. Это антибактериальный крем. Всё, хватит. А, просто крем. Антибактериальный. Антибактериальный. Он лишил меня волос. Как он это сделал? Будет без побочной кровати. Это не больно. Ничего. Он просто взял салфетку, так стёр, короче. Как будто волосы разъело. У меня теперь там просто пятно. Вот жесть. Настёнка тоже вписалась в какой-то эксперимент. Красный сандаловый, да? Суставы. А, короче, суставы. Сейчас вот я что-то буду лечить. Вот. Не знаю, что бы это значило. Горячий крем. Крем? Ну, вот масло сандаловое, прям горячее. Аааа. Аааа. Короче, ты горишь, да, Настёнка? Ну, оно разогревает хорошо, да. Оно чувствуется прям. Ну, вот. Ну, вот. Ну, Настёнка, короче, разогналась. Это не пальцы щёлкают. И ноги... Я его вижу. И ноги пожмакали. Аааа. Аааа. И главная охрана. Видите, сидит? Ну, так. Сейчас пойдём кофе. А я кушать хочу. А я кушать хочу. А я кушать хочу. Что, Мироша? Нас привезли обратно. Что хочу сказать? Прикольное удовольствие, но тому дай бакшиш, тому дай бакшиш. Третьему ещё заплати. Всякие эти штуковины купи, потому что там так и хочется однозначно что-то купить. В общем, получается однозначно накладно. Но вот в этом саду, как я понял, решается абсолютно любой вопрос по здоровью. Там варикозы, там, не знаю, лишний вес и так далее и тому подобное. Там плохое настроение тоже, короче, можно решить этот вопрос. Вот такие дела. Всё, мы сейчас возле машины переодеваемся. Будем искать где покушать, а потом уже будем куда-нибудь заселяться. На обед мы зашли в такое заведение, такой ресторанчик. Видите, большой-большой куча народу. Вот. Будем кушать рис. Традиционно здесь, это прям так лучшее решение. Два с курицей, два с морепродуктами. Сейчас принесут, посмотрите, какие порции вам покажу. Так, вот нам уже и принесли. Вот нам уже и принесли рис. Это с морепродуктами. Деткам сок, Настенке чай. Вот моя порция. Сейчас ещё детям принесут рис, такой же, только с курицей. А вот теперь, видите, на этой улице никого нет, ничего не перекрыто. В общем, как я и говорил, что когда слонов уже никто не водит сюда купаться, то вот всё, совершенно проход бесплатный. Как бы иди, как говорится, не хочу. Вот. Мы выбрали другой путь, чтобы и покататься, и помыть, чтобы это было максимально спокойно и как бы подешевле. Но подешевле в плане помыть слонов-то получилось, а в плане того, что вообще суммарно, конечно, нет. Потому что тому... И помыться получилось. Да. Нажина слона блил душа. Вот. Ну, собственно, да. Всё, что вы видели. Смотрите, если кто здесь захочется сюда приехать, то с 10 до 12 приводят слонов, либо с 12... с 2 до 4. Вот и, собственно, всё. Всё, здесь можно ещё, как и тема, переночевать. Переночевать в каком-то отеле, например, с видом прямо на реку, куда приводят слонов, и вы будете там просто смотреть, как говорится, глазеть. Вот. Но учитывая, что мы вот приехали и всё сделали, то нет смысла здесь ночевать, потому что отель стоит от 5 тысяч здесь. Поэтому не совсем хочется завтра просыпаться, как говорится, посмотреть и сразу уезжать. Мы лучше сегодня сразу уедем в следующий город. Поэтому я буду завершать видеоролик. Как вам? Пишите в комментариях. Мы, конечно, сегодня прониклись вот такими вот позитивными эмоциями, вам передали. И покажу вам вот, собственно, реку, да, на которую и приводят слонов. Вот. Здесь вот их спускают вот так вот и моют. Блин, река, конечно, выглядит потрясающе. Это что-то вот из фильмов про Африку. Вот, серьёзно, такая скалистая-скалистая всё. Таких рек я вообще не видел никогда, да? Прикольно смотрится? Да. Вот. И в каких-то вот таких бассейнах здесь их моют. Ну, судя по говну, моют их вон там. Там прям очень много говна. А вот эти отели, собственно, вы вот здесь можете и заселиться, да, если кто-то приедет. Вот, пожалуйста, вот тут вот на балконах и прям с балкона наблюдать. Вот как камни на камнях стоим с вами. Реки, конечно, грязные такие. Вот здесь вот прям грязные реки. А мы мыли слона в такой достаточно чистой воде. Вот они ещё отели. Вот оттуда всё это дело можно наблюдать. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если ещё в самом начале не поставили и забыли. И до нового выпуска. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok